Здравствуйте, товарищи! Я Вероника, и что-то я так подумала, уровень приватности и личности видео на моем канале как-то что-то растет. Наверное, более откровенное видео, чем сегодняшнее, на моем канале еще не было и, наверное, еще долго не будет, поэтому, пожалуйста, проверяйте, что вы подписаны на канал, поставьте лайк авансом, потому что сегодняшняя тема, правда, я думаю, актуальна для многих, и очень лично для меня. Это все было не очень просто, поэтому лайк, пожалуйста, жду. И переходим к самой части видео. Начнем с того, что видео я это снимала в апреле до середины мая, потому что апрель это такое стандартное время, когда ты просыпаешься после комы около холодильника, в одной руке у тебя бутерброд, в другой вилка с макаронами, и ты такой, о боже, что делать? И в этом году я узнала о девушке Хлои Тинг, это, по-моему, американский или австралийский фитнес-блогер, у нее есть свой сайт, ссылку на который я оставлю в описании, кому интересно, можете зайти, чекнуть, пройти какую-нибудь программку. И помимо сайта я нашла тонну видосов на ютубе о том, как вау, за две недели ты был плюшка, а стал ватрушка, ну, в смысле, был плюшка, а стал такой весь, с рельефным прессиком, и такая, мне подходит, надо попробовать. Небольшое предисловие. В смысле отношения к полноте моей личной, я думаю, у меня довольно стандартная распространенная ситуация, редко бывает наоборот. Я помню себя в три года, или сколько мне было, ну, в общем, детский сад, я сижу, жду, когда моя группа выйдет гулять, сижу, значит, на бордюрчике, смотрю на свои ляжки и думаю, господи, какая я толстая. Да, и это вот масштаб моей ситуации. Всю жизнь я всегда недовольна собой, мне крайне редко, наверное, не помню, был вообще какой-то такой момент, чтобы я считала, что вот сейчас я действительно прям в идеальной форме, наверное, такого не было. Были моменты, когда я считала, что всё классно, всё неплохо, но, конечно, ещё есть над чем работать, но так, чтобы прям я была полностью удовлетворена своим внешним видом, никогда такого не было. И что интересно, этой весной у нас случился переезд, и как-то так получилось, что я не ходила в зал пару месяцев, если даже не больше. Был какой-то такой застойный момент в смысле физической активности в моей жизни, и тут я прихожу в зал и вижу такой вес, которого у меня никогда не было. И такая, о, погодите, я к такому не готова, я этого не очень хочу. Но при этом, даже когда я набрала вот этот свой небывалый вес для себя, на тот момент я не чувствовала себя какой-то прям какой-то жирной уродиной. Ну, у меня не было какого-то капитального недовольства собой, как, короче, на самом деле я много чего могу про это рассказать. Если хотите отдельный видос про моё отношение с моим весом, мои отношения с моим весом, то дайте знать в комментариях, возможно, я сниму отдельный болтательный видосик, небольшой на эту тему. Вкратце, вот я набрала такой вес, которого у меня никогда ещё не было, даже в самые тяжёлые, если вы понимаете, о чём я времена. И в этом весе я не чувствовала себя прям ужасно. Я подумала, что, с одной стороны, это круто, это значит, что я дошла до некоторого такого уровня уверенности в себе, что вот эти все цифры, они особо на меня сильно не влияют. И я перестала прям сильно критично придираться к своей внешности. То есть я скорее делаю акцент на том, насколько я сильная, насколько я выносливая, насколько я гибкая и так далее. То есть на какие-то, на критерии качества, а не просто на цифры, неважно, это обхваты или это вес. И, с одной стороны, это круто, а с другой стороны, я испугалась, что с такой степенью принятия себя я в итоге очень легко могу прийти к той форме, к которой я не хочу приходить, даже учитывая все вот эти вот любовь к себе, принятие себя, бла-бла-бла. Я не хочу быть прям пышкой такой полненькой. Мне нравится моя более худая, моя более спортивная версия. И, собственно, поэтому я решила, что можно пройти челлендж Хэллоу Тинк, можно снять это видео, поделиться с вами результатами, опытом. Ну и, собственно, вот. Здравствуйте, товарищи! Это первый день. Я еще даже не уверена, что это видео действительно выйдет. Не знаю, к чему все это приведет. В общем-то, что я подключилась? Я готовлю завтрак. Сегодня такое зеленое настроение, авокадо, брокколи. И все это я заверну в лаваш. Мой любимый метод оформления еды в пост. Да, потому что, не знаю, говорила я уже или нет, но сейчас идет великий пост. И для меня похудение каждой весной, сброс, избавление от лишних килограммов, это всегда какая-то жесть, потому что фактически мне можно только крупы и овощи. И это тяжеловато для сброса веса. Сегодня я пойду в зал вечерком. Ну и пожелайте мне удачи, что ли. А, да, и еще, походу, это будет самое откровенное видео не только потому, что вы узнаете о моих каких-то переживаниях, комплексах, там, недовольством собой, а еще потому, что вы часто будете меня видеть в абсолютно домашнем виде, без макияжа, с не самой свежей головой, в домашней одежде, со всеми приколами, которые есть у всех, я знаю. Но меня совершенно не смущает перед вами быть в таком виде. Я надеюсь, что вас это тоже не смущает. И все. На десерт вот такое желе с персиком. Сейчас покажу. Тут очень смешно, что в целой баночке так вот одна долька лежит. Вот. Ну, такой рацион. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прошла мая. Это моя первая тренировка, и, я думаю, по мне видно, как я себя чувствую. Чувствую я себя не очень, в первую очередь, в моральном смысле. Из хорошего я смогла сделать все. Другой вопрос, что некоторые упражнения давались прям суперсложно, и в некоторых упражнениях я прям чувствую, как у меня корявая техника. Все упражнения, которые были на ноги, мне давались, ну, адекватно. То есть тяжело, но нормально, как бы, как должна проходить тренировка. Ты напрягаешься, тебе это... Все это дается неэлементарно. А вот та часть, которая... Та часть, которая была на пресс, на руки, ну, в смысле, что там планка была, и пресс в основном был задействован, вот там я прям почувствовала, насколько я стала слабее, насколько у меня стала форма, моя физическая подготовка стала хуже. Я прям даже чуть не заплакала, потому что мне стало так обидно, что я такой слабак, что я не могу то, что я раньше могла. Я все эти упражнения, это было для меня не что-то прям вау, новое. Я все это знаю, я все это делала. Но сейчас я этого сделать не могу. Ну, и в таком темпе, в таком объеме, в каком Ахлоя делает. Это жесть. Я очень рада, что я это начала. Я надеюсь, что у меня хватит мужества и сил это не бросить. Сейчас буду делать заминку, ну, в смысле, растяжку после тренировки. Да. И по первому дню хочу сказать, что, конечно, у меня проседает жестко питание. То есть вот я поела утром то, что я вам показывала, а потом в течение дня я съела... Сейчас тут уже выкинула. Я съела пакетик крендельков соленых. И типа все. Пила кофе, пила воду, воду с лимоном. И все. Причем, когда я поела утром, позавтракала, у меня было чувство, то, что я переела, что я объелась. И у меня такая тема уже давно, что я утром прям переедаю, что мне потом тяжело. Я думаю, зачем я столько съела? Хотя в моменте, вот, например, даже сегодня утром... Ой, все болит. Короче, сегодня утром, после завтрака, когда я закончила, у меня было чувство, что я даже как бы немножечко голодная. То есть я бы еще что-нибудь могла съесть. Но потом, спустя какое-то время, мне прям стало жестко тяжело. И я поняла, что опять я переела. Короче, то есть надо как-то нарегулировать свои порции в объеме. И наладить регулярность. Таковы задачи на ближайшие дни. Наладить режим питания и не бросить тренировки. Я надеюсь, вы со мной. Блин. Самый прикол еще, знаете, в чем? Что я до того момента, как я все доведу до конца, я, наверное, не буду никому ничего рассказывать. То есть вся моя семья, мои друзья, я думаю, будут вряд ли в курсе того, чем я занимаюсь. А это тяжело, потому что нельзя кому-то пожаловаться, чтобы тебя поддержали. Вот. Но говорить я ничего никому не хочу. Не знаю, просто такое настроение. Вот. Поэтому я общаюсь с вами из будущего. Говорю, ребята, поддержите меня. Ох. Ладно. Я надеюсь. Давайте у меня будет дополнительная мотивация в том, что я считаю, что это видео, оно может кому-то помочь принять себя. И... Или дать волшебный пинок на занятия спортом для себя. Не для того, чтобы стать, вот, внешне принять какую-то форму спортивную или, там, модельную, а просто чтобы физически быть сильным, ловким, гибким. Потому что это очень крутое ощущение. Вот, когда я была в хорошей физической форме, у меня был именно кайф не от того, как я вынклюжу, потому что я все равно считала, что я недостаточно худая, недостаточно подтянутая. Но у меня был кайф в том, что я умею, что я могу долго бежать и не подыхать, что я могу делать упражнения с какими-то весами. И я чувствую, что я наращиваю этот вес, что я становлюсь крепче, что я тренирую какие-то акробатические элементы. Там, переворот назад я долго училась делать. Кстати, так я и не добилась. Но неважно. То есть я чувствовала, как я становлюсь круче. Вот знаете, как супергерой. Вот ты когда смотришь эти фильмы какие-то про людей с суперспособностями, как они превращаются там в этот латексный костюм и летят спасать город. Вот я себя в те времена на тренировках чувствовала таким супергероем, что я все могу, что я крутая, что с каждым днем я становлюсь лучше. Вот. И я считаю, это правильная мотивация. Не внешняя, а внутренняя, так сказать. Ладно, это все лирика. А еще хотела сказать, пока я сейчас занималась, Хлоя, она периодически такая nice and easy. Там просто уже язык на плече. Она такая nice and easy. Типа, ребята, все спокойненько, легко, там, хорошо. И еще после каждого упражнения она такая, если вы устали, it's ok, все хорошо, давайте отдохните, отдохните, мои лапочки, отдохните. Типа, можете отдохнуть, но это не повод сбегать с тренировки. Отдыхайте и возвращайтесь. Да. Мне не приходилось, кстати, брать никаких перерывов. Я все нормально выполняла. Ох, ладно, что-то я уже долго с вами разговариваю, а впереди еще три недели. Так что, чтобы этот видос не стал часовым, давайте прекращаем болтовню. Пока. Короче, сейчас уже 9 вечера, зал работает до 11. Я возвращаюсь с работы, и так будет всегда. Четверг, пятница, у меня всегда допоздна уроки с детьми. И если бы вы представляли, как тяжело мне сейчас настроиться на тренировку. Я понимаю, что сейчас я дойду до дома, у меня не будет времени ни передохнуть, ни прийти в себя, ни что-нибудь съесть. А есть, честно говоря, хочется. Надо будет сразу бежать в зал, чтобы успеть до закрытия, потому что дома я тренироваться не хочу, мне удобно в зале. Но хочу похвастаться. Сегодня прогресс по питанию. Я завтракала овсянкой. Не помню, сняла я вам или нет. Ну, короче, нормально было. Потом в обед я впервые в жизни готовила кальмаров. Сварила, они получились даже не резиновые, а очень даже вкусные. Делала, значит, кальмары с рисом и с зеленой фасолью. Вот. Но это было в 4 дня, наверное. А сейчас 9 вечера. Ну, короче, не прикольно. Я понимаю, что это только всего лишь второй день. А впереди еще так много. Надо выдержать. Еще очень прикольно снимать, когда вокруг прохожие. А мне надо довольно высоко держать руку с телефоном. Короче, я надеюсь, что следующий кадр будет из спортзала. Сегодня была тренировка на руки. Ой, я даже что-то не могу лежать. На руки это мое самое слабое место. Как сложно махать руками. Просто махать руками. Сейчас вам покажу. Вот это упражнение просто ад. Честное слово. Заминку по ее программе я делать не буду. Пойду на беговую дорожку. Просто похожу. Приду в себя. Восстановлю моральные силы, так как говорится. Привет. Сейчас уже очень поздно. Уже, наверное, почти пол первого. Я закончила тренировку третьего дня. И я думала, что я не буду включаться каждый день. Опять-таки, чтобы видео не стало слишком длинным. Но очень хочется поделиться с вами радостью. Завтра мы собираемся с друзьями. У нас в гостях, соответственно, там вся подготовка, большая часть, очень большая часть, именно там по кухне, на мне. Куча еды надо готовить, потом всех принимать. Мы, скорее всего, будем сидеть допоздна. И я с ужасом думала о том, когда же мне завтра тренироваться. И я думала, что, блин, придется тренироваться утром. А утренней тренировки это худшее, что может со мной произойти. Я просто утром не в состоянии тренироваться. Мое комфортное время это вечер. И я, короче, захожу на сайт с программами, с тренировками, чтобы посмотреть, что, по идее, завтра надо делать. И вижу, что все мои надежды, все мои самые надежды, которые там вот глубоко-глубоко внутри сидели, они сбылись. Завтра по расписанию перерыв в тренировках. Хотя я думала, что перерыв будет на пятый день, но он на четвертый! Ура! Так, по питанию сегодня все классно. Классно! Завтрак овсянка. Классно, да, обед я пропустила. И ужинала вчерашним рисом и кальмаровым салатом. Ну, короче, все нормально. Перекусывала мюслиным батончиком. Вот, я очень довольна, как я по питанию, в принципе, иду. То есть, у меня просто до начала тренировок было какое-то отвратительное питание в виде булок, макарон. Ну, короче, грешна, грешна. Вот, да, короче, да, суть в том, что я хотела с вами поделиться тем, что у меня завтра перерыв. Ура! Да, и еще по состоянию. Сегодня утром прям мышцы сильно болели. Третий день. Такая прям крепатура была ощутимая. Особенно с утра, когда проснулась. А завтра перерыв. Отдыхаю. Утраку, вот в суфле, вот и будем в остальном. Вы достойны быть звездою в кулинарном кабаре. Ваша грусть улетит, если стол уже... Всем привет из восьмого дня тренировок. Только что отзанималась, как вы можете видеть. По ощущениям, стало сильно лучше выполнять те упражнения, которые она регулярно дает. И, в общем-то, даже какие-то новые упражнения мне даются уже проще. Меня очень радует мой прогресс, потому что были упражнения, которые я в первый раз просто вообще никак не смогла выполнить. Я падала, я не могла удержаться. И сейчас я уже эти упражнения делаю, ну, плюс-минус адекватно. Ну, просто делаю хотя бы, что уже неплохо. Вот. По питанию я стараюсь держаться. Ну, не переедаю. Не ем всякое там, типа макароны, хлеб, булки. Вот в таком ключе. А еще, поскольку прошла неделя, у меня такой сейчас немножечко кризис, потому что, с одной стороны, я чувствую, что все-таки я стала крепче. И вроде как в зеркале даже заметен результат. Ушли какие-то совсем очевидные лишние объемы. Вот эта вот припухлость, как это называется, отечность. Все это ушло. Вот. Но у меня такое ощущение, что я пришла вот в свою форму, которую я не смогу изменить. И что за ближайшие две недели ничего не поменяется. Вот у меня начинаются такие кризисные мыслишки. Вот. Но я буду придерживаться девиза «делай, что должно быть, что будет». В принципе, по жизни мне этот девиз очень нравится. Я стараюсь его придерживаться. Ну, на этом, наверное, все. И до связи. Десятый день. Я уже минут сорок валяюсь на кровати. Я бы с удовольствием легла сейчас спать, потому что сейчас одиннадцать вечера без десяти. Сегодня пятница, я допоздна работала. И вот именно четверг-пятница для меня трудные для тренировок дни, потому что это фактически ночные тренировки. И мне сейчас так неохота заниматься, вы б знали. Но, как вы догадываетесь, сейчас мне придется это сделать. Десятый день тренировок. Продолжается какая-то переломная полоса. У меня пропадает мотивация, желание. Чисто на морально-волевых затаскиваю. Вот. Вперед. Полчаса плюс разминка. То есть где-то минут сорок я сейчас буду тут скакать. Я сделала. А завтра вроде как выходной по расписанию. Да. Итак, у нас двенадцатый день. Я немножечко отстала от графика. То есть двенадцатый день должен был быть вчера. Но из-за того, что я уезжала, у меня один день пропал. То есть был лишний перерыв. И сейчас я типа на двенадцатом дня, хотя по факту это тринадцатый. Ну, неважно. В начале тренировки я такая подумала, блин, круто. Мне уже становится легче тренироваться. А в конце тренировки, ребят, вот только единственное, что я хочу сказать. Если будете проходить эту программу, и если вы будете знать, что у вас сегодня тренировка на пресс. Короче, есть вообще нельзя. Потому что я кушала, ну, не сказать, что прямо перед залом, типа часа за два, два с половиной. Даже, может быть, я поела дома. И к концу тренировки я чувствую, как вот здесь просто вся еда невозможна. А в целом по еде у меня все нормально. Ела сегодня рис с лавашом, с кукурузкой. Ну, короче, ничего такого. И завтра, по идее, у нас две недели, как я этим занимаюсь. И большинство заканчивают на двух неделях. Но у нас с вами впереди еще третья неделька. Последний шанс что-то изменить. Я, честно говоря, вот как я в прошлый раз вам говорила, что я как будто бы перестала замечать прогресс именно внешний. То есть по силе я чувствую, что я прокачиваюсь, что я становлюсь выносливее. Что мне уже, особенно в начале, вообще все легко дается. А вот именно внешние изменения как будто бы некий стопор наступил. Что, конечно, несколько демотивирует. Но мы не из таких. Мы не из этих, кто быстро теряет мотивацию. Я считаю, что во многом сила и залог успеха в дисциплине. Просто делай, что должен и будь, что будет. Вышла из зала. Иду в магаз за продуктами. И прям мне прям нехорошо. Прям поташнивает. Прям бе. Вообще надо перестать есть. Может станет легче жить. Скорее всего. А по поводу того, зачем я иду в магаз. Я, короче, теперь по вечерам после тренировки делаю себе в блендере не молоко с какими-нибудь фруктами. Обычно с бананами. Сейчас у нас там груши лежат суперспелые. Их надо быстро употреблять. Вот. И сегодня я попробую сделать с грушами. И, может быть, даже вам сниму, заценим. Но мне кажется, должно быть вкусно. Я покупаю не молоко с каким-то там тропическим вкусом, там, маракуя, вот это всё. И оно без сахара. И теоретически оно должно быть не вредно по вечерам, потому что после тренировки две стадии. Вот сначала просто отвращение ко всей еде. Вообще не хочется есть никогда. А потом проснётся жор. Вот где-то через часок начнёт хотеться есть. Да что такое? Ну, короче, начнёт хотеться есть. И вот тогда вот такие напиточки, это прям тема. Обычно я бы, может, какой-нибудь кефир бы выпила. Но поскольку сейчас пост, я придумываю вот такие штуки с не молоком. Вот. Ничего себе, кстати, вкусненько. С грушей определённо более свежий вкус. С бананом он такой более густой. И, ну, более сладкий, естественно. И по консистенции больше напоминает тот же кефирчик. А это прям такое лёгенькое смузичко. Сделала такой объём. Просто потому, что у меня уже пачка не молока заканчивалась. Я решила, что я буду там три капли хранить в холодильнике. Я не знаю. Хотя, может, я и всё его сейчас выпью. Но вряд ли, конечно. Многовато. Я сейчас просто чуть-чуть попью, чтобы ложиться спать не с грустным животом. Потому что сейчас уже кофер дофига времени. Полвторого ночи. Потому что у меня были всякие мои домашние дела после зала. В зале я была до одиннадцати. И туда-сюда уже полвторого. Это вообще нехорошо. Вообще нехорошо. Я по режиму уже встаю более-менее в адекватное время. То есть до десяти. А вот ложусь всё ещё не всегда в адекватное время. Вот надо научиться ложиться нормально. И вообще тогда всё будет классно. Потому что я понимаю, что режим сна тоже влияет на похудение. На приведение себя в форму, на фигуру. Естественно. Ну, мало знать. Надо ещё делать. Спокойной ночи. Научите меня не есть по вечерам. Я сейчас вообще еле выжила. У меня вообще какой-то дурацкий день сегодня. В общем, я сегодня днём практически ничего не ела. Потому что завтрак у меня случился более плотный, чем в последнее время бывал. И днём я практически ничего не ела. И потом вечером я объелась картошкой. И как результат мне было супер тяжело тренироваться. Я вообще прям умирала. Так что научите кто-нибудь, пожалуйста, меня есть днём нормально. То есть я утром ем. Вечером тоже аппетит есть. А днём я такая... У меня много дел. Зачем еда? Еда для славаков. Короче, что-то надо над этим подумать. Потому что так не пойдёт. Докладываю обстановку. Сегодня снова провал. Обедаю в 7 вечера. Доширак. Хоть я и завтракала совершенно немного чем. Я не знаю, что случилось. У меня как-то дико урезался аппетит. С одной стороны, это хорошо. С другой стороны, как мне научиться обедать? Прям проблема. Не умею обедать. Увидимся на тренировке. Хотите прикол просто высшего уровня? Я собралась, пришла в зал. А у меня по программе сегодня типа день перерыва. Ну, сейчас как-то от себя позанимаюсь. Слушайте, а вот так уже вроде ничего даже, да? Если встать в определённую позу, а если вот так, то всё плохо. Ладно, в общем, сейчас какая-то будет тренировка от себя. В общем, уже фиг пойми какой день. И я фиксирую новую стадию. Мне хочется всё это бросить. Мне это всё достало. Мне вообще уже не важно, как я выгляжу. Мне всё равно. Я просто хочу, чтобы это прекратилось. Сейчас майские выходные. Я приехала к родителям. То есть перемена обстановки. И тебе нужно в новых обстоятельствах продолжать свою привычку, продолжать свои тренировки. Я не взяла там кроссовки, форму, потому что и так дофига вещей всегда, когда едешь. Ещё лишнее я не решила не брать. То есть это как определённое обстоятельство, которое нужно ещё перебороть, чтобы продолжить. Просто вот сейчас мне это так тяжело даётся. Вообще не хочется ничего делать. Хочется просто лечь, умереть. Не знаю. Вообще ничего не хочется. А ещё забавная перемена в том, что у меня всегда все упражнения на ноги. И до этого челленджа, в принципе, у меня такой склад, что у меня ноги сильнее, чем пресс. Ну, это у всех так, но я имею в виду именно устойчивость к тренировкам. Мне всегда все упражнения на ноги всегда давались легче всего. На втором месте был пресс, и на третьем месте мне всегда на руки сложно делать упражнения. А сейчас у меня как-то так всё немножко поменялось. Теперь мне на пресс легче всего. А на ноги те упражнения, которые даёт Хлоя, мне прям сложно. Сегодня я даже ставила видео на паузу, ходила по комнате, чтобы отдышаться и продолжить. Сейчас я возвращаюсь из зала с групповой тренировки. Сегодня я занималась не по Хлои Тинг, не по своей намеченной программе. Но, честно сказать, тренировка была примерно такой же сложности. Так что я считаю, можно её вполне себе засчитать. Вот, просто сообщаю вам для отчётности. А ещё хочу сказать с гордостью, что я с достоинством переживаю пасхальные каникулы. Не объедаюсь ни куличами, ничем мясным, ничего такого. Всё под контролем. Вот. И у нас началась финальная неделя. Финальная неделя, и уже совсем скоро будем подводить итоги. Страшно, капец. Привет! За время, пока я занимаюсь этим экспериментом, у меня поменялся фон. Сегодня я кушаю куриные наггетсы. Ну, по сути, это курочка из вредного. Тут только небольшой слой панировки. И разогретые на сковородке замороженные овощи. По тренировкам, как вы видели, у меня была недавно конная тренировка. И сегодня я попала на одну из своих любимых тренировок в зале. На групповую тренировку с гантелями, со ступенькой, степ называется. Вот. И я была... Не открывается. И я, короче, была приятно удивлена, потому что, когда я полтора года назад активно занималась в зале, прям каждый день ходил на тренировки, это была прям убийственная тренировка. Я там выкладывалась максимально. И прям... Да что такое? Ой, столько соли. Можно без соуса. Короче, я там прям выкладывалась максимально. И каждый раз это было такое испытание для меня пройти эту тренировку. А сегодня я даже не то чтобы прям сильно сдохла, хотя я думала, что я умру. Потому что я пошла в зал, не посмотрев расписание тренировок, просто знала, что там по-любому будет какая-то групповая. Думаю, ну пойду. Прихожу и вижу там этого тренера, думаю, ё-моё, всё, мне капец. Но нет, это приятно. По поводу Хлои Тинг я отошла от программы. Я поняла, почему все предпочитают двухнедельный, и большинство снимает обзор на двухнедельный курс её. Потому что две недели реально выдерживаются прям вообще изи, очень легко. А третья неделя у меня в результате получается так, что сорвалась. Я уже тренировалась, чем только не тренировалась, всякими разными штуками. И по дней, и вот то, что я находила на тренировку с младшей сестрой, просто на какую-то такую функциональную сильную тренировку. Ну и вот сегодня в зале на групповой получается. Я думала, что я после групповой ещё позанимаюсь по Хлои, но когда я поняла, на какую я тренировку попала, я думаю, ну не судьба. Вот. И три недели уже, на самом деле, закончились два дня назад. Вот. Но поскольку я не допрошла программу, я откладывала пока что результат. Ну, то есть откладывала момент съёмки результатов, потому что мне надо же прозаниматься этот 21 урок, грубо говоря. Ну, а теперь я понимаю, что если я сейчас это затяну, оно вообще затянется на месяц, и может быть ещё даже больше. Ну, короче, я уже хочу снимать результат, так что думаю, завтра я сделаю последний денёк. И уже послезавтра утром буду снимать результат. Очень волнуюсь, не знаю, что там получилось. Хотя, мне кажется, я сегодня после тренировки видела что-то там похожее на пресс. Но не уверена. Возможно, завтра утром он пропадёт. Всё. Приятного мне аппетита. До следующего включения. Недолго музыка играла. Мне очень захотелось чипсов. Я пыталась сопротивляться. Я помыла себе виноград. Потому что я подумала, что это такое, знаете, желание сидеть и просто что-то жевать. Но пока я мыла виноград, я поняла, нифига, я хочу чипсы. Чипсы. Но я пообещала себе, что я съем, типа, вот чуть-чуть, чтобы, возможно, даже уже всё. То есть я съела, показываю. Вот. То есть вот такую вот стопочку чипсов. И то, Принглс, кто их до конца наполняет? Никто, к сожалению. Закрываем. Отставляем. И едим. Виноградик. А вкусно. Мельпапс. Жу-жу-жу. Жу-жу-жу. Если вы будете проходить этот челлендж, хочу вам посоветовать замерить не столько свой изначальный вес, сколько изначальные свои объёмы. Потому что все мы знаем, что жир лёгкий, мышцы тяжёлые. И вполне возможно, что за две недели вы капитально переработаете весь свой жир в мышцы. И вес у вас даже не то, что не уменьшится, а, например, увеличится. Ну, или останется прежним, скорее всего, останется прежним, или изменится незначительно. При этом объёмы могут поменяться прям классно, заметно. Поэтому я сделала свои замеры до, и, конечно же, сделала свои замеры после. Я знаю, что момент до-после всегда самое интересное в подобных видосах. Так что вот, покручусь тут перед вами. Хочу напомнить, что это быстрый результат. За три недели. С неидеальным питанием и всё такое. На обоих фрагментах я ничего не втягиваю и не выпячиваю. Хотела сделать эксперимент максимально чистым. Мне было сложно, особенно на видео до, расслабить живот максимально, потому что у меня есть многолетняя привычка держать пресс в напряжении. Ха-ха-ха, да. Даже когда его не видно. Ну, и ещё посмотрите на до-после в упражнениях. Разница очевидна. Мне легко даётся то, над чем я умирала в первый день. Улучшилась техника, увеличился темп. Например, в первый день я не смогла в уголок поднять ноги даже на несколько секунд. А теперь вон чего. Что хочу сказать. В итоге я, наверное, довольна этим марафоном, потому что это была такая волшебная палочка-выручалочка, некий пинок. Очень мотивировала мысль о том, что вот короткий период, и я смогу как-то сильно изменить свою внешнюю форму. Хоть это в итоге оказалось не совсем так. У меня, наверное, были какие-то завышенные ожидания для этого челленджа. Но, с другой стороны, результаты объективные. Ну, ребята, всё-таки волшебных таблеток за две недели не бывает, чтобы скинуть там сразу 20 килограмм и стать, не знаю, фитоняшкой, готовой к выступлениям на сцене с сухим прессом и так далее. Но просто как тренировки, как некая дисциплина, спортивная самодисциплина. Крутой опыт. Думаю, что я буду проходить ещё какие-то её программы. Особенно для самостоятельных занятий летом. Вообще идеально. Берёте телефон, наушники, идёте в парк, побегали, позанимались. Прям перфекто. Рекомендую. Жду ваши истории отношений с внешним видом, с весом в комментариях. Будет классно, интересно почитать. Пишите, проходили ли вы челлендж Хлой Тинг. Слышали ли вы вообще об этой девушке. И, как всегда, спасибо, что вы досмотрите видео до конца, за то, что вы со мной. Жду вас в комментариях. И до встречи в новом видео. Пока!